Часто я показываю океан в своих видео, но, и вот, по-моему, всё-таки, хоть и говорят, что океан всегда одинаковый, но он всегда разный. Мне кажется, что видно, что зимний океан, посмотрите, он отличается от океана летнего, бирюзового, спокойного, красивого. Но судите сами. Ах да, я забыла поздороваться, друзья. Всем привет! Привет! Вы находитесь на канале «Жизнь на юге Англии», друзья. Сегодня у нас воскресенье, 5 марта, и вы знаете, хотя и весна вот уже пятый день, но погода что-то нас не радует. Сейчас вот 6 градусов тепла всего лишь навсего, то есть даже холоднее бывает в марте, чем иногда в декабре. А даже, скорее всего, что так и есть, понимаете? Почему-то вот здесь, в Англии, погода, она сместилась. И декабрь ещё плюс 15 прекрасно, плюс 18. Вот. А вот февраль и март, начало марта даже бывают снегопады. Посмотрите, кто не видел, видео вам всплывает наверху. И пока мы едем, как обычно, на автобусе со второго этажа, обозреваем прекрасную Англию и остров Уайт, я хочу вам рассказать вкратце, что же сегодня мы увидим. А сегодня мы опять увидим несколько сюжетов, друзья. Я расскажу вам в первом сюжете, как не стоит торопиться с выбором недвижимости в Англии. Ну и тем более, если вы решили купить недвижимость где-то в незнакомом месте, если вы впервые, допустим, посетили это место, вот как остров Уайт, бывает, приезжают люди, совершенно не зная местности, что здесь бывают обвалы, обрывы, оползни, покупают себе жильё, и потом случаются катастрофы, когда так близко подбирается оползень к их домам. А иногда, вы знаете, неожиданно бывает и по-другому, и судьба поворачивается каким-то счастливым образом, абсолютно не тем вариантом, который предполагался раньше. Люди спасаются в таких ситуациях, в которых, казалось бы, уже и спасения нет. Вот сегодня такой я вам сюжет и покажу. А сейчас я вам показываю вот этот вот как раз обрыв. И видео у меня было, когда здесь нежданно-негаданно людям на голову обвалился огромный кусок почвы с этого обрыва. А во втором сюжете сегодня я покажу вам такого зверя, которого вы точно так же, как и я, скорее всего, никогда не видели, а многие, наверное, и не увидят. Этот зверь такой необычный, такой замечательный. И вот я вам и покажу в конце видео именно его. А ещё я вам покажу сюжет, если успею, о том, как катаются на страусах. Итак, друзья, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее и давайте начнём. Хочу ещё раз показать вам, обещала показывать, что здесь происходит у нас. И вот, в частности, вот этот вот обвал, который здесь когда-то случился в городе Вентнер. Сейчас посмотрим. Вот, посмотрите, вот именно это место, самое опасное, было здесь с обрывом. Поговорила с работниками, которые здесь заканчивают всё это. Повернулась против солнца, вам будет более понятно. Ну и вы представляете, что они мне сказали? Они сказали, что буквально на следующей неделе они здесь уже всё уберут, вот эти вот заграждения уберут, и будет дорога открыта для проезда машин. Только вот они ещё здесь заасфальтируют окончательно. То есть получается, что вся эта страшная здесь случившаяся история с обрывом, она за два года устранена. Работы здесь проходили вот по этой схеме, которая здесь два года уже висит. Особенно вот это, видите, как ступенчато устраняли этот обрыв. Сейчас ближе покажу вам. Вот, видите, здесь такая стена сделана, сооружена, каменная, огромная, которая закрыла весь этот страшный обрыв. И вот что теперь. Стена выглядит такой очень прочной, нормальной. Стена, наверное, метров шесть высотой. И вот здесь, смотрите, дальше. Здесь дальше тоже стена сделана ступенчатыми такими каскадами. Вот, в общем, получается, что всё они устранили и, скорее всего, что здесь проблем не будет. Да, как будто бы в надежде, что больше проблем не будет, и они даже рискнули здесь открыть проезд для автомобилей. Вот, понимаете, здесь же эти все люди, которые жили вот в этих домах слева, очень красивых, вот они. Они очень сильно испугались, расстроились, многие запаниковали даже до такой степени, что они выставили на продажу свои там квартиры. И некоторые, чтобы скорее избавиться от такой недвижимости, даже снизили цену почти на 50%. И получается, понимаете, что люди очень сильно проиграли, потому что на самом деле дома в таких местах купить очень дорого и очень сложно. И сейчас, после того, как здесь всё так классно отремонтировали, эти дома, по-моему, ещё больше вырастут в цене. И те, кто сейчас займётся бизнесом и будет эти сдавать квартиры, в большой-большой прибыли оказался. Ведь недаром говорят, тот, кто владеет информацией, владеет всем. Ну и перед тем, как мы перейдём к следующему сюжету, я хочу показать вам фантастические виды с этого великолепного места. И ещё каратенечко хочу показать. Это называется, знаете, по вашим письмам, друзья, у меня спрашивают многие. Я показывала вам, как здесь у нас на острове разрушили старинный, огромный, красивейший замок. Вот здесь вот он был. И там построили очень модный, современный коттедж из стекла и бетона. Меня спрашивали, покажите, пожалуйста, что случилось, как там дальше всё это выглядит. И я пришла сюда. Я пришла, чтобы специально вам показать. Ну, видите, что здесь у нас произошло. Вся эта территория уже теперь отстроена полностью. Её купили, этот дом большой. Кто хочет, посмотрите наверху. Ну, а я уже туда зайти, конечно, не смогла. Ну, и последний мой сюжет, друзья, обещанный. Это сюжет о необычном звере. Очень экзотическом. И очень красивом. Этот зверь зовётся Бинтуронг. Или кошачий медведь. Или ещё его называют самым добрым медведем на планете. Я хочу это видео показать вам вообще без купюр. То есть, как я его снимала, вот со всеми этими там разговорами, криками, паники и всего прочего. Мне кажется, даже будет так намного интереснее. Звук живой. Не стала я вам его сверху озвучивать. Но повторяю, что это у нас была экскурсия в Далат из Вьетнама. Было нас на экскурсии всего 11 человек. Все женщины, как я много раз уже замечала в русскоговорящих экскурсиях, большинство женщин. Один-единственный мужчина. Ну, вот там как раз и об этом-то как раз и разговор тоже у нас был в этом видео. И вообще-то действительно там страшно было. Хотя всё время этот вьетнамец нам и кричал, что добрый, добрый. Он добрый, добрый. И он такой, знаете, не очень-то и маленький этот зверь. Сверху вообще смотрелся страшно. У него метровый хвост и метровое туловище. Но давайте уже смотреть. Поэтому у него такие. Красивый, там ещё один. А заходи, ты за нами, но он не прыгнет, да там? Ой, опасно. Это горбины. Легко. Горбины, ням-ням-ням. Попрыг. Бинтуроны. Что вы, бинтуроны? Попили не знаете. Бинтуроны. Ой, как он её облизывает. Бинтуроны. Бинтуроны. Да? Что вы, ты сядла на него? Кидайте. Не, не надо кидать. Он сказал добрый. Значит, протяните руку. Ну, добрый. Тогда я ем. Ой. Боёй. Ну, добрый, добрый. Ну, добрый. Он решил покакать сразу же. Добрый, добрый, давай. Давай, давай, не бойся. Не бойся. Куда? Такая деловая. Не своя рука можно, да? Куда? Не своя рука можно, повыше. Вот, да, выше. Давай, давай. Поподайся. Подайся еще подойди. Единственное, помучили. Много подойди. А, вот, сейчас поближе подойди. А там еще есть? Это Пентурон. Добрый. Ну, и что такое страшно? Сказали же, добрый. Ой, какое смешное. Ой, какое. Смотрите скорее, вот он выше. Сюда, сюда, сюда. Он спустился вниз. Он пописел. Мы думали, покакает, он пописел. Кирилл, иди сюда. Давайте кормите. Здесь кормите? Давайте мы ждем. Почему так ядно? Держи. Да что ж ты, я моя. Ну, пришел, красавчик. Сладкий такой. Ну, снимает. Огромный, огромный. Смотрите, сзади аккуратно. Ну, и нормальный. Мишка, потрогай его, он мягкий. Боюсь. Потрогай. Ой, он там тоже. Ой, ой, ой. А вот там родители. А родители там? Чем популярен этот зверь, и чем он знаменит? Наверняка многие уже догадались и узнали. Вот видите, я показываю вам. Я специально привезла из Вьетнама. Это копилювак. Пожалуй, один из самых дорогих видов кофе в мире. Килограмм такого кофе достигает 500 евро или 700 долларов за килограмм люди платят. И вот именно вот такие вот пальмовые медведи, как их еще называют, которые я вам показала, они бывают еще вот такие совсем малюсенькие, которые называются мусанги, ну, или люваки. И кофе произошел от названия этого зверька. И вот именно их отходы потом перерабатываются, моются. И из них получается этот высококачественный продукт кофе-лювак. КОНЕЦ Здесь страусы намного красивее. О, страус такой красивее. Такой огромный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok